У нас на интервью нападающий хоккейного клуба «Витязь» и автор хит-триков последнего матча регулярного турнира «Вызов» 61-й номер Арсений Галкин. Арсений, привет! Здравствуйте! Ты вообще первый игрок, с которым мне удалось пообщаться. Вот второй раз. Что, может, сказать тебе, что изменилось с прошлого твоего интервью? Что у тебя улучшилось? Расскажи. Ну, появился очень новый опыт с другими командами. Все-таки команды были сильнее, чем на прошлом турнире, и опыта стало много побольше. Расскажи, как для тебя конкретно складывался этот турнир, как турнир складывался для команды, какие трудности возникли у вас? Ну, поначалу у нас вообще ничего не получалось, переехали как туристы, но стали побольше набираться, стали уже посерьезнее, и вот в конце начали регулировать. Расскажи, что стала точкой отсчета вашего вот такого вот успеха, потому что я помню вот такой конкретный момент, когда у вас все пошло вверх. Ну, мы начали немного разминаться, тренироваться, и у нас многие, как сказать, набирали побольше опыта и стали серьезными. Сегодня у тебя получилось оформить хитрик, первая шайба, я вообще ее отметил, и на трансляции, и здесь, Миша, ты большой молодец, расскажи что-нибудь вот про нее. Ну, когда вот у нас было мишинство, когда удалился, вот, Савченко Павел, тренер начал на него кричать, сказал, что мы ничего не добьемся, ничего не забьем. Ну, мне дали шайбу, я вышел один в ноль, и все-таки забил. Ну, а вот про свои другие шайбы расскажи, вот, может, на этом турнире, а может, в этом же матче. Брасывал. Ну, тогда расскажи, как вообще для тебя обстоят дела, вот, в целом, в целом, по ходу этого турнира, как у тебя получилось, много всего получилось, или все-таки больше каких-то непозитивных моментов? Ну, больше получилось позитивных моментов. Расскажи, для тебя хитрик вообще вещь значимая? Не особо. Ну, а частенько ты ими отличаешься? Частенько. Ну, а ты какой последний, вот, припомнишь? Последний матч из официальных игр. То есть у тебя, вот так вот, ты достаточно часто отличаешься хитриками? Да. Помнишь этот матч, и как это было? Помню, когда мы играли с Рязанью, с Айсбергом, прям перед турниром. Перед этим турниром. Расскажи, много получил похвалы на скамейке, много ли получил там от тренера в свой адрес, и таких приятных слов, после третьей заброшенной шайбы? Нет. Я понял, ну давай тогда я тебе скажу эти приятные самые слова. Ты большой молодец, старайся обязательно, у тебя все получится. Сегодня за тобой было приятно наблюдать, как, в принципе, и всегда. Но сегодня, на твоем счету, три заброшенных шайбы, я тебя поздравляю с результатом на этом турнире, как с командным, так и с личным. Самое счастье тебе и успехов в наступающем году. Спасибо большое.